В первой гимназии провели встречу в рамках реализации проекта «Герои вне времени». На неё пригласили российского военнослужащего, который готовит штурмовые подразделения ВДВ для участия в спецоперации. Подробнее расскажут мои коллеги. Встречу провели в музее, посвящённом боевому пути 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Её бойцы участвовали в Курской битве, освобождали Черниговщину и Полтавщину. Спустя почти 80 лет российским бойцам снова приходится освобождать Украину от нацистов. Сегодня на встречу с молодёжью и люберецкими депутатами пришёл ветеран боевых действий и десантник Андрей Лобанов. В армию служил в Забайкале, где на штурмовой бригаде. Оттуда поступил в училище десантное. В 90-м году закончил его. И с 90-го года я проходил службу в ротечестве офицера. В составе 45-го отдельного гвардейского разведывательного полка участвовал в 1-й и 2-й чеченских кампаниях. Был командиром роты специального назначения. Дважды ранен. В одном из боёв получил контузию. Сейчас, как опытный инструктор, готовит штурмовые подразделения ВДВ для участия в спецоперации. На данный момент ребята настроены победить. Настрой в плане, как это, что. Где-то бывает, может быть, устают люди, но нет такого, что надо всё бросить. Сейчас нет, наоборот, люди хотят дойти до конца, до победы. Люди хотят взять свой рестак. Он где-то у нас там впереди. Андрей Лобанов приехал на побывку домой. В Люберцах его ждёт любимая семья – жена и двое маленьких детей. После окончания отпуска он снова вернётся в зону боевых действий. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.